Пышный и красивый заливной хлеб под нежной корочкой из йогурта. Мягенький, воздушный, подойдет к первым, вторым блюдам или чашечке чая с кусочком сливочного масла. Прочитав мой рецепт, вы узнаете, как приготовить заливной хлеб. Этот хлеб отличается и формой, и вкусным от классического, но только в самую лучшую сторону. Мягенький внутри с красивой золотистой корочкой и ароматом прованских трав, хотите попробовать? Тогда удачи. Мука пшеничная, 280-300 грамм. Теплое молоко, 100 миллилитров. Теплая вода, 100 миллилитров. Соль, 0,5 чайных ложки. Сахар, 1 столовая ложка. Масло кукурузное или подсолнечное, 2 столовые ложки. Дрожжи сухие и быстродействующие, 1 чайная ложка. Яйцо, 1 штука. Йогурт без добавок, 100 миллилитров. Количество порций 12. 1. Подготовьте продукты. Приступим. 2. В просеянную муку положите соль, сахар. Перемешайте. 3. Дрожжи растворите в теплом молоке или положите сразу в муку, в зависимости от того, какие дрожжи используете. Влейте теплую воду, растительное масло. 4. Замесите мягкое пластичное тесто, вымешивайте его на столе не менее 80 минут. Потом положите в миску и накройте полотенцем или затяните пленкой пищевой. Оставьте в тепле на часик для подъема. 5. Тесто осадите руками, муку использовать больше не нужно, тесто не липнет, мягкое и приятное, можно смазать рабочую поверхность маслом растительным. Разделите тесто на 12 частей. Формировать круглые булочки не нужно, просто порежьте тесто и все. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте дно и бока маслом. Положите кусочки теста. Накройте полотенцем и поставьте в тепло на 20 минут. 6. Йогурт смешайте с яйцом, можно положить щепотку любимых трав, я добавляю прованские. 7. Когда хлебушек подойдет, полейте его заливкой и отправьте в духовку на 30 минут, температура 180 градусов. 8. Заливной хлеб готов. Остудите немного и пробуйте. 9. Отламывайте кусочки и наслаждайтесь, хлебушек очень мягкий и вкусный.